Продолжаем проходить Undertale, куски и огрызки, и мне так до сих пор не удалось избавиться от этого долбанного курсора, висящего на видео, потому что вроде бы я его завожу за свою вебку, но из-за того, что я использую экранную лупу, курсор оказывается на самом видео всё равно там, где находится сама игра, а не там, куда я его отвожу, из-за этого я не могу брать от чего-то курсор, понимаете? А это вам придётся смириться с наличием этого курсора в всё время на экране. Ну ладно, ладно, фиксируем, в принципе он маленький и незаметный, даже не анимированный, к сожалению. Так, сразу же первый монстр, Снега Цып, а чё они из него эту самую симметрию убрали? Ладно, ждём. Моё любимое ледяное дерьмо замороженное, понятно, очень смешно и так далее, бла-бла-бла. Нам нужно посмеяться над его шуткой, чтобы он пошёл нахрен. Вы посмеялись над шуткой Столдрейка, видите? Смех, смех, папа был прав. Да-да, вон, лох и неудачник и так далее, это мы уже знаем, конечно. Всем пощадили, пошёл ты нафиг. Так, будем сейчас изучать, значит, новую локацию. Крепкая перчатка, давайте посмотрим, как она выглядит в первую очередь. Ну-ка, дропнем её. Вот такая вот большая жирная перчатища. Да, такую на свою руку натянешь, конечно, можно турель хорошечно по жопе шлёпнуть. Хдыщ, со всей дурой. Вот это было бы здорово. Да, ну ладно, что ж, напялим, так уж и быть. Оп, вы напялили. Эту перчаточку теперь может быть шлёпать и папируса, и торку, и всех прочих. Ну-ка, поехали искать дальше, что у нас есть новенького здесь. Это рыболовная удочка. Там у нас странный выглядящий монстр. Позвони мне, вот мой номер. Вы решили не звонить, а то ещё заставить за него замуж выйти. Э-э-э-э. Вы это знаете, вы это знаете наверняка. Да, на свою голову. На какого хрена? Только что с тобой дрались. А, это уже ледошляп? Так, мы игнорируем его два раза, насколько я помню, или типа того. Затем нужно стырить его шляпу, и тогда он пойдёт нахрен. Так. Похоже, он побеждён. Ладно, я и пойду нафиг, и так далее. Фон красивенький, да. То, что добавили новые фоны, это очень здорово. Идеальная идея. Так, и сворвали его шляпу. В итоге он превратился в кусок ледяного говна. Ну и какой смысл? Ледошляпа больше нет. Эф, ледошляпу. Хе-хе, ни хрена себе, 35 голды с его тушей содрали. Вот это да. Хе. Я боюсь представить, какие здесь цены будут с такими деньгами. Итак, как я говорил насчёт Undyne. Музычка другая. Там, кстати, в папке с музыкой есть обязательно музыка, которая добавляется сама с модом, и дополнительные опциональные. Вот эта вот музыка папируса вроде опциональная. Но я её всю добавил, всё равно, а то потому что не все треки так заменены. Санс, о боже, неужели это человек? Действительно? Эм, на самом деле я думаю, что это камень. В смысле? Ох. Э, шо это перед камнем? Хе, прикольно пошутили. О боже. Это, это человек? Ага. О боже. Санс, наконец-то сделал это. Undyne мутит. Я буду, я буду таким популярным, популярным, популярным. Эхм. Человек. Ты не пройдёшь через эту зону. Я, великий папирус, остановлю тебя. Затем я тебя поймаю, затем я тебя отремею. Ты будешь отправлен в столицу, и затем тебя все отымеют в столице. Затем, затем, я не уверен, что будет дальше. В любом случае, продолжай, если посмеешь. Хе-хе-хе-хе. Ну, прошло неплохо. Не парься, малыш. Я за тобой пригляжу своими глазницами. Так, в смысле, а где, где моя статуя? Она была прикольная статуя, я хочу ещё раз на неё посмотреть. Эх, ну нельзя. Ну, допустим. Так, валим-валим. Нееет, нет, нет, ещё один говнюк. Нет, теперь меня не отпускают, потому что у меня нет бинтика на себе. Ну, чё же я бинтик-то выбросил, а? Конечно же, защита лучше будет с нормальной бронёй, но стоит мог убегать сразу же от тех одинаковых битв. Так, ладенько. Чё у нас дальше? Тут надпись на этой картонке. Вы видите замечательную станцию великого папируса. Кто её мог построить, спрашивает. Наверняка это был этот знаменитый королевский стражник. Пока ещё не королевский стражник. Да-да-да, мы это уже знаем, конечно, это наш великий лузер. Ух ты, красный ледошляп. Ну, в принципе, да, у них есть разные цвета. Красный, синий, зелёный, РГБ, все дела. Так, ну шо ж. Будем каждый раз валить, что ли, от них? Потому что мне в лом повторять все действия с ними. Теперь я за два хода победил, видите? Если бы я заморачивался, я победил за три хода. Такие дела. Да, это табличка, тут написано к разным маркерам. Так, клуб этих самых восстающих подростков наверху. Ну давайте посмотрим, тут по идее что-то новенькое, да? Здесь у нас раньше что было, снеговик? Или нет? Я чё-то не помню, что здесь раньше было уже. Ух ты, какие чмошники, однако, чилдреки. Проваливай, пацан, тебе здесь не место. Этот клуб только для подростков. Хе, извиняй, малыш. Только большие ребята, понимаешь? Повращайся, когда немножечко, эмм, повзрослеешь. Хух-хух-хух-хух-хух. Ну и ладно, меня всё равно бесят все эти подростковые темы. Все эти гопники, все эти школьники и прочее говно. Видите, я не хочу всё, поэтому пошли вы нахрен. Так, абсолютно не двигаться. Зачем? Ты же должен поймать кого-то. Зачем ты говоришь им, что им не нужно делать? Да. Вернее, что им нужно делать. Да. Что-то двигалось, это моё воображение. Я вижу, что только двигающие движущиеся объекты. Если что-то двигалось, возможно, это может быть человек. Но я постараюсь, чтобы он больше не двигался. Да-да-да, это мы всё знаем, конечно же. Можно с ним палкой поиграть, кстати говоря, вроде бы. Ну ладно, мы поиграем по канону. Он пока что всё слишком подозрительный. Нужно не двигаться. Играет, кстати, новая музычка. Ну да ладно, те можно двигаться. Что? О, это что, меня погладили? Да-да-да, погладили, присунули, почесали и шлепнули позади с перчаткой. 30 голды из него. Что-то мало. Что-то меня погладило, что-то, что не двигалось. Мне понадобится ещё больше накурки, короче. Да-да, накуривайся, тут ничего нового, не будем уже на него тратить время. Эй, тут что-то важное, что нужно помнить. Мой брат имеет очень специальную атаку. Если ты увидишь голубую атаку, не двигайся, она тебе не навредит. Вот простой способ это запомнить. Представь светофор. Когда видишь светофор, ты останавливаешься, верно? Вернее, сигнал-стоп, да, сигнал-стоп красный. Представь голубой сигнал-стоп. Просто, верно? Когда сражаешься, подумай о жёлтом-голубом сигнале-стоп. Помнишь? Голубой сигнал-стоп. Да знаешь, что у нас такой голубой, как и все остальные. Так, один только я здесь единственный нормальный. Красиво, однако, езжу. Вообще по диагонали можно ездить. Вообще чёткий, однако, пацанчик. Ух. Правда, что-то у нас фигура смазывается как-то совсем маленькая, становится смешной. Да, что-то как-то странное, понарисовали художники. Так, меньший пёсик. Давайте её будем сейчас шлёпать хорошенько. Так. Ох. Ой, не то нажатие. Нужно было постараться. Ой. Нифига себе, конечно, меня подлавливают. Так, соскроточиться. Что-то уже, конечно, отвык от этих битв. Не двигаемся, тут двигаемся. Видимо, просто королевским стражникам дали отдельную музычку личную. Но это прикольно, да. Хоть, конечно, они её не заслуживают, потому что они все тоже злые и пытаются нас убить, так или иначе. Эх, ну всё-таки, всё-таки. Я добрый, я терпила, я всех щажу и так далее. Так что, почему бы и нет? Так, интересно, сколько раз там нужно его погладить на максимальное, это самое. На максимальную реакцию. А, вот всё, вроде бы, больше не нужно. Ну всё, хрен с ним. Семь голдысть его. Ну и нищий, брод вонючий. Нэм. Так, снеговичок наш. Здорово, я снеговик. Хочу увидеть мир, но не могу двигаться. Ты можешь, пожалуйста, отрывать от меня кусок и сожрать его нахрен? У тебя не хватает места для меня. Ладно, высроем ещё один лук. Всё засрём этим луком, так сказать. Всё, вот так вот. Спасибо тебе, удачи, получили кусок синговика. Ты слишком много несёшь. Как у меня дела? Подо мной я имею в виду ту часть меня, которую я тебе дал. Ну я, конечно же, добрый, поэтому я сожру её в другом месте, а не при нём. Так, север-юг, вернее, север-юг, запад-восток, лёд-лёд и так далее. Сноудин и лёд. Ух ты, новый НПС. Этот скелетон вон там сказал мне, как уклоняться от оранжевых атак. Шо он сказал? Шо-то типа... Эммм... Светофоры имеют три цвета на них. И третий цвет, это зелёный цвет, означает иди. А первый цвет, это красный, означает стой. А второй цвет, жёлтый, означает... Йелд. Чё за Йелд? Блин, я не помню это слово. Чтобы уклониться от оранжевой атаки, тебе нужно двигаться. Так что просто думай об этом вот так вот. Красный и жёлтый свет вместе делают оранжевый. И затем ты подчиняешься правилу оставшегося зелёного света, который означает иди. Легко, да? Просто думай о красном и жёлтом цветах, которые на самом деле синий, голубой и зелёный. Да. Затем он начал трындеть в таких вот... В каких-то плейдовых атаках. Ужас просто, добавили однако текста. Так, ты такой ленивый ублюдок. Ты прыг всю ночь, скотина. Я думаю, что это называется... Брыхнуть. Оправдание, оправдание. О, о, человек появился. Чтобы тебя остановить, мой брат и я вызрали тут пазл. Я думаю, ты найдёшь вот этот пазл весьма шикирующий. Вот видишь ли он, тут невидимый электрический барьер. Когда ты прикоснёшься к стенам этого барьера, вот эта вот орба тебя хорошенько чпокнет. Весело, да? Потому что количество веселья, которое ты испытаешь, наверное, будет довольно маленькое, я думаю. Ладно, можешь идти. Эээ, старый с практики. Санс, ты что сделал, мать твоё? Я думаю, что человек должен носить эту орбу. О, ладно. Ну я тут, видите, не стараюсь слово переводить, потому что тексты те же самые, мы это всё уже видели миллион раз. Так, для галочки переводим. Подержите, пожалуйста. Ладно, теперь иди. Ну уже, не будь таким грубым. Я тут построил пазл чисто для тебя. Ты к своей матери тоже так относишься, когда она делает тебе пазл? Люди. Люди. Люди, 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 люди. Почему меня это останавливает? Почему мне орба на голове исчезает постоянно? Интересно. Ух ты, нас тут реально может шокировать. Нифига себе. Тоже исправили баг, мы теперь уже не бисмертный ребёночек, оказывается. Прикольно. Хе-хе-хе. Упс, больно. Невероятно. Ах ты, скользкая улитка. Ты решил его так легко, слишком легко. Однако, следующий пазл будет не такой лёгкий. Он создан моим братом, Сансом. Ты определённо обосрёшься. Я знаю, что я обосрался уже. Хе-хе-хе-хе. Ну и лох. Эй, спасибо. Моему брату, похоже, весело. Кстати, ты видел ту странную одежду, которую он носит? Мы её сделали несколько недель назад для костюмной вечеринки. Он больше ничего не носил с тех пор. Продолжать называть её боевым телом. Блин. Мой брат прохладный, не так ли? Эй, спасибо. Похоже, мой брат в велеседнице и так далее. Но ты, лох, повторяешь одно и то же. Так, посмотрим, бежим дальше. Мороженчик. Я не понимаю, почему ничего не продаётся. Это же идеальная погода для чего-то прохладного. О, клиент. Привет. Ты хочешь мне немножечко мороженки? Это замороженное мороженое, которое разогревает твоё сердце. 15 рублей. Похоже, ты слишком много несёшь. Ну, блин, твою мать. Эх, ладно, просрём последний лук. Пошёл он нахрен, в принципе. Вот так вот, держи. Имею суперский день, так сказать. Ну-ка, может быть, что-нибудь ещё выкинуть? Палочка мне понадобится для битвы с метатоном, а вот нож уже, в принципе, не особо, тем более, что до ТТТ мне придётся долго идти, мы же не можем продавать никому ничего. Так что не знаю, не знаю. Но пока что дропнем нож, так уж и быть, лучше возьму лишний раз пару лечилок. То есть это, как видите, а гриба, как под полный лох, так сказать. Так, люби себя, я люблю тебя, ваше хп было максимально сделано, короче. А стоп, он разве не продавал двойное мороженое? А, нет, его продаёт кроличка, наверное, да, видимо. Я уже подзабыл, малость, кто его продаёт. Так, Санс, чё это на тебе такое? Кепочка. Я тут тоже думал о том, чтобы продавать сладости. Хочешь жареного снега? Всего-то пять рублей. Засуню себе в очко. Ты прав. Мне стоит гораздо большего засунуть в очко. Ну ладно, так шибы спросим. Я сказал пять рублей, я сказал пятьдесят рублей, пятьдесят тысяч рублей. Миллиард рублей. Что, у тебя не столько денег? Эй, всё нормально, нет у меня никакого снега. Ах ты говнюк. Да, просто куча снега удобной формы. Эй, убери руки с этого самого, с товара, пацан. Это забавно, да, два были дополнительные элементы. Это здорово, конечно же. Так, что у нас тут? Да, это мы знаем то же самое. Ничего нового. Это его, это её. С ними мы сейчас разберёмся. Опа, замок Азгора на фоне, кажется. Это красиво, да, маленький, забавный элемент декорации. В том числе и звёздное небо добавили, тоже хорошо. Так, снежок пошёл нахрен, я не собираюсь гонять его опять, чтобы получить эту дурацкую, дурацкую, дурацкую маленькую надпись, короче. Ох, вау, вау, это дыра. Давайте засунем в неё свою палочку, что называется. Да, я смог засунуть в дыру палочку. Отлично, отлично. Хотя бы в эту дыру я смог попасть, наконец, своей палочкой вяленькой. Ой, да, это было сложно. О, теперь я уже не смогу подобрать свою палку, оказывается, да? Блин, печально. Я просал свою палку. Всё, моя палка застряла в дыре. Нееет, верните мою палку. А, нет, я подобрал её. Фух, еле-еле вытащил свою палку, вытер её салфеточкой и понёс дальше, что называется. Так, похоже, это снежок, но на самом деле это шестигранью, десятигранью, шестнежная, и дай наклась на него. Человек, надеюсь, ты готов к... Санс, где головоломка, мать твою? Она прямо вон там, на земле. Поверь мне. Он её никогда не пропустит. Санс, человек пытается сбежать. Ты сделал же этот пазл слишком сложным. Эй, ты, а ну вернись сюда. В эту надпись я ещё неразу не видел, потому что я не пытался убежать. Санс, человек сбегает, то же самое. Ну ладно, так уж и быть. Ну-ка, всё ещё нельзя его решить, к сожалению. Санс, ничего не сделалось. Упс. Я знал, что стоило использовать сегодняшний кроссворд. Что? Кроссворд? Я не могу поверить, что это сказал, ублюдок. По моему мнению, детские пазлы гораздо... Детские пазлы... Детские путаницы гораздо более сложные. Что? Серьёзно, чел? Эти смешные поиски слов? Это для детишек. Для детских костей. Невероятно! Человек решает этот спор. Что сложнее? Кроссворд? Ну, мы уже в принципе запопируемся в моём летсплей предыдущем говорили, в этом раз скажем за Санса. Кроссворд. Вы двое такие странные. Кроссворды лёгкие. Каждый раз одно и то же решение. Я просто заполняю все коробки буквой Z. Ох. Потому что каждый раз, когда я смотрю на Кроссворд, я могу лишь засыпать. Не-хе-хе. Папирус находит сложности в интересных местах. Вчера он затупил, пытаясь решить гороскоп. Хе-хе-хе-хе-хе. Мы его ещё унизили. Так, зная, что мышь может однажды добраться до спагетти, вы наполняетесь решимостью. Так, здесь всё то же самое, конечно. О, кстати, а можно засунуть эту самую? Засунь свою палочку ещё в эту нору? Ну-ка, давайте-ка проверим. Ну-ка. А, есть, я засунул палку в нору. Отлично. И вытащил обратно довольно легко. В мышке хотя бы не застряла эта палочка, быстро выскользнула. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, здорово, Джерри. Не могу сейчас говорить. Сейчас время игры. Он на свече играет вроде бы, да? А я на эмуляторах предпочитаю. Там хотя бы можно разрешение нормально выставить. Так, вот здесь что-то новенькое. Этого раньше не было места. Ну-ка, чё, у нас тут какой-то рыбак образовался. Хух. Не обращай на меня внимания. Я жду, когда лёд растает. Не могу рыбачить в замороженном бассейне. Ха-ха. Допустим, держи в курсе. И всё, что ли? Целая локация для одного бесполезного НПС? Странно. Зато можно красиво покататься, так сказать. Чё-то лёд здесь даже не скользит. Ай-яй-яй, шутки доработка от разработчиков. Так, всё, скачем отсюда дальше. Побежали, побежали, побежали быстренько. Хочу найти новый контент. Быстро, быстро. Внимание, тут у нас собачья свадьба. Собачья свадьба в реальной жизни довольно печальное явление, как обычно говорят. Так. Эм. Чё, можно от вас сбежать? Сбежал, отлично. Ну, в принципе, денег у меня пока что полно, о чём мне с ними сражаться. Ух ты, какая цыпочка. Фух, я справ... Это он или она, ХЗ? Ладно, допустим, будет он. Я как раз пришёл вовремя, не опоздав ни на минуту. Я не хотел бы опаздывать на первый день моей новой позиции. Но если подумать, зачем они вообще меняют посты, типа того? Похоже, это ещё какой-то чекпоинт. Чьё-то лицо определённо отпечаталось на полке. Похоже, что Санс имеет соперника, так сказать, в плане Лени, видимо. Допустим. Так, чё дальше? Как подниматься здесь? Здесь можно подняться? Можно? Эх, давайте, давайте, поднимите меня, ну же. Я не могу ничего нажать, не нажимается. Ну, я вижу, что тут, скорее всего, просто спуск обратно, но... А куда мне тогда идти? Тут же вроде бы ничего больше не было. А, нет, всё точно, внизу, 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 да. Нужно опять найти в этом дерево-переключатель и так далее. Так, в каком дерево-переключатель был? А, вот здесь он был точно. Его нажали, всё, можно валить отсюда. Да уж, но вы бесполезные все идиоты. Да-да-да-да, блин, начинается. Такс, будем сейчас тупить и смотреть, как Джерри играется в свитч. Тупо в мигающую картинку играется. Очень весело, не правда ли? Типичный пользователь свитча. Такс, ну, мини-босс, которого мы уже знаем, конечно. Может быть, что-нибудь новенькое будет. Так, Догами и Догоресса. С ними мы всё знаем, конечно. Шо это за запах? Где этот запах? Если ты пахнешь, покажи себя. Пока шо ничего нового, увы. Кроме пары мелких НПС незначительных. Вот этот странный запах. У меня хочется... Мне появится желание уничтожить, уничтожить тебя. Опс, я такой офигел сразу же. Так, Доги на вас напали. Такс, симпатичные наши Доги. Шо нам нужно? Покататься в говнище. Сперва пахните, как кусок говна. Замечательно. Всю жизнь мечтал пахнуть, как кусок говна. Эх, в этой игре кем только не запахнешь, не правда ли? Так. Теперь перенюхайте меня. Собаки вас нюхают, вы теперь нормального запаха и так далее. Мы знаем. Так, топорытеры графонисты. Здорово. Так, теперь их нужно погладить обоих. Погладили Догамия. Теперь его жёнушку. Хорошенечко погладить во всех местах, так сказать. Не-не-не-не. Так, погладим. Вся, всех погладили. Теперь пёсики наши, можно теперь их тоже соблазнять по телефону, не правда ли? Хе-хе, я бы не оказался попобоить. Всё, довольны. Сорок голды с вас выбил. Собаки могут других собак гладить. Нихрена себе, однако, целый мир открылся для нас. Спасибо, странный щенок. Сами вы щенки, сволочи. Такс, тут мы знаем, конечно, что делать попереден дык и его дурацкий пазл. Что? Как ты уклонился от моей ловушки? И, что более важно, осталось для меня что-нибудь? Что вы скажете папирусу о его спагетти? Съели, оставили. Оставили. Правда? Павушки. Ты воспротивился вкусу моих домашних спагетти, просто чтобы смог разделить их со мной? Но не бойся, человек. Я, мастер-шеф-повар папирус, сделаю тебе любую пасу, какую ты захочешь. Хе-хе-хе-хе-хе. Лучше пропустил меня просто, бездельник. О, галочки нарисовали, прикольно. Здорово, чё встал? Мой брат начал недавно коллекционировать носки. Как печально. Иногда мне даже интересно, что бы он сделал без такого крутого парня, который о нём заботится. Три-брячки достал. Не-хе-хе. Забавно. Новый спратики-то хорошо. Э-э-э-э-э-э. Очень удобное магическое защитное поле блокирует ваш путь. Как печально, мать вашу. Да, понаблокировали всякую дерьмище. Человек? Хм, как бы мне это сказать? Ты долго сюда шёл, так что я решил улучшить этот пазл. Переделав снег так, чтобы он напоминал моё лицо. К сожалению, снег пример к земле. И теперь решение другое. И, как обычно, мой льявый брат здесь отсутствует. Ну, полагаю, то, что я говорю, это то, что не волусе человек. Я, великий папирус, решу эту хрень. И затем мы с оба, мы оба пройдём. Тем временем, можешь постараться сам решить. Я постараюсь не выдавать ответ. Ну-ка, пока что нельзя, к сожалению. Ну, можно пытаться решить этот пазл, а можно просто забить и у него ответ вызнать, да и всё. Итак, ты хочешь подсказку, да? Ну, я тут смотрел на пазл. Я подумал, что решение это повернуть, превратить все иксы в осы. Ты попробуй это сделать, короче. И спроси ещё раз за подсказкой. Может быть, решение последнего пазла поможет? Спроси ещё раз за подсказкой. Эврика, я решил пазл. Похоже, что тоже веселишься, да? Ты абсолютно полностью уверен, что хочешь решения. Да, хочу решения. Решение. Пожалуйста, приставь барабанную дробь у себя в голове. Вон то дерево имеет переключатель. Проверь его. Ну-ка. И чё? Переключателя не вижу нигде, он не жмакается. Тогда где же, где же, где же? Я решил пазл. Да, я хочу пазл. Ну же, ну же, почему дерево не работает? Я щёлкаю на него. Кнопка E, Z, как положено. Но ничего не щёлкается почему-то. Ничего не пойму, почему не работает. Или дерево должно быть другое? Может, это дерево? А, вот это дерево? Ну да ладно, допустим. Всё, решили. Они, видимо, просто поменяли дерево или что? Допустим. Так, всё, мы решили твой пазл. Стоп, нет, мы его не решили. А почему тогда он... Что я тогда сейчас переключил, спрашивается? Переключатель, я нажал его. И он не сработал всё равно. Походу, придётся всё равно решать этот дерьмищик, к сожалению. Блин, печально, но что поделать? Не работает ничего. Вау, ты даже ничего не сделал. Но очень хорошо. Печенька рассыпалась или типа того. Ага. Мы увидимся в следующем пазле. А, вот оно что. Теперь он сработал. Ясненько. Нужно было просто нажать. Хорошая работа на решение этого пазла так быстро. Тебе даже не понадобилась моя помощь? Что здорово, потому что я люблю ничего не делать. Вот бездельник вонючий. И чё, мы тящён герем зад однажды? Эй, это же человек. Ты полюбишь этот пазл. Его сделала великая доктор Альфис. Видишь эти плитки? Как только я включу переключатель, они начнут менять цвет. Каждый цвет имеет различную функцию. Красные, непроходимые. Не можешь идти на ним. Жёлтые, электрические, они тебя шокнут. Зелёные, они вызывают монстра, короче говоря. Оранжевые пахнут апельсином, и ты будешь вкуснее, короче. Так, через водные можно плавать, но если ты пахнет как апельсины, то пираньи тебя атакуют. А также есть голубая рядом с жёлтой, то вода тебя также чпокнет электричеством. Так, фиолетовые, они скользкие. Ты проскользишь на следующую. Однако, это мыло пахнет как лимонное, которое пираньи не любят. Поэтому розовые и голубые нормально. Наконец, розовые, они ничего не делают. Наступай на них как хочешь. Ты всё понял, однако? Конечно же нет. Ладно, я, наверное, повторюсь. Красные непроходимые, жёлтые электрически опасные, синие призывают монстра. Зелёные это водные, оранжевые, они пахнут оранжевостью. Если ты наступишь на оранжевый, то не наступай на зелёный. Коричневые, которые... Подожди, тут нет коричневых плиток. Фиолетовые пахнут как лимоны. Почему не жёлтые пахнут как лимоны? Эм, постой, я чё-то всё перепутал. Перепутал зелёный и синий. Зелёный и синий. Синие это водные, а розовые? Я не помню. Постой. Я те, которые ничего не делают. Ладно, теперь ты лучше понимаешь. Ещё меньше. Ладно, знаешь что? Как на счёт того, чтобы ты просто сделал этот пазл сам по себе? Я оставлю тебе инструкции. Просто прочитай их. Затем, когда ты поймёшь его, можешь попробовать нажатый переключатель. И сделай это в своём темпе. Удачи. Не хе-хе. Да, я принимаю решение, которое я обычно не принимал. В том и дело. Фух. Всё, доволен? Ну, на самом деле, те спагетти с прошлого раза не такие уж и плохие. С тех пор, как он начал готовить, впереди как он начал принимать уроки готовки, он улучшается. Возможно, если он продолжится в следующем году, он приготовит что-нибудь съедобное. Ну-ка. Машина не работает. Как она вообще раньше работала? Это какая-то срань. Подтёрли задницу и бросили эту бумагу. Замечательно, замечательно, конечно. О, хорошенько пёс тут, однако, настрелял белыми жидкостями. Так что они аж заледенели и образовали с собой эти фигуры. Красивенькие. Здорово, не правда ли? О, оленя перерисовали, теперь он более сфаркастично выглядит. Так. Пёс вынёс сюда наполненный вдохновением. Он продолжал пытаться построить снежную собаку, которая выражает его эмоции. Но пока он строил, он продолжал становиться всё более и более взбудораженным. О, да, понятно, по нему видно, в принципе. Его шея становилась дольше и дольше, и длиннее, и длиннее. Я ему добавлял всё больше снега до тех пор, пока... Это было довольно грустно, на самом деле, так что я не мог отвернуться. Допустим, ничего нового тут опять-таки не видим всё ещё. Кстати, можно по идее что-нибудь положить. Я уже забыл совсем положить дырный рисковый пирог пока что. И палку. Нам она не понадобится, в принципе, здесь нигде, вроде бы. Так. Знаю, что собака никогда не перестанет делать идеальную собаку снежную, вы наполнитесь решимостью нафиг. Так, тут у нас тоже есть... О, построил снежный пинус, круто. Похоже, что это собака снежная. Ага, конечно, очень похоже на собаку, не правда ли? А вовсе не на фалус. Ну-ну, допустим. Так, идём дальше. Чё у нас внизу? Ну, тут всё то же самое, с папируса чуть-чуть перетисовали. Это снежный папирус. О, неиспользованный спратик использовали, я смотрю, тут поставили. Это куча говна, на которой написано Санс. Аутентично, да. Санс, у нас есть куча замороженного говна. Так, а подождите-ка, а если я упаду вон туда вниз, я смогу к тому снеговику пробраться, который вон там стоит? Не, не могу, к сожалению. Жалко, жалко. Вот когда поехали, уже по старинке. Мы уже всё знаем. Начинаем как крутой, классный парень. Ух, такой классный позе кататься. Но, опять же, спратик слишком маленький сделали, он должен быть больше немножечко. Чего он такой крошечный становится? Как-то это странно. Всё, готово. Так, Сноудин мы проходим за одну серию, к счастью, потому что здесь нечего делать совершенно. О, здорово, Фумитокс. Дрыхнет там, видите ли. О, снежная уточка у нас сейчас была. Круто. Так, сейчас будем драться с оленем. Что такое? Чё, чё как? Да. Ты потерялся? Нет, я просто ищу оленя. Вот он, олень, нужно с него поснимать. Всякую хрень. Вы убираете с него полосатую палочку, на которой написано. Я использую эту маленькую палочку, чтобы ходить. Так, немножко лучше. Но опять же, описание не читаем, тут ничего интересного нету. О, кстати, нужно будет не забыть с Глайдом подраться. Интересно, какой он здесь будет в этой графике. Так, немножко лучше. Ой, надо было прочитать, что я снял с него, там же разные вещи каждый раз. Можно даже Фумитокса снять с него иногда. Вы сняли... Эм, какой-то хрень с подмигивающим подростком. Ясненько. И так же даю ему водак. В итоге 35 рублей, потому что не придумали ничего получше. О, тебе не нужно было. Всё, у него проблемы решены. Дал 35 рублей и получил 32 рубля обратно. Он уж офигел этот несчастный оленя от того, как мы его наезжали, что называется. Ты потерялся? Ты определённо любишь прогуливаться. Потирался? Ах ты, кусок говна скелетного. Так, вон он, маленький домик. Я смотрю, его перерисовали. Оттуда сейчас выйдет человечек, надо посмотреть. Подождём немножечко. Обычно оттуда выходит человечек. И гуляет немножечко. Ага, вот он вышел. Маленькая фигурка из Тетриса. Может быть, сейчас что-нибудь ещё начнётся? Может быть, Белочка Слэпи появится и взорвёт к хренам весь этот мир? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да, было бы неплохо, но нет, нет. Ладно, поехали обратно. Такс. И здесь нам нужно, собственно, бегать и ждать Глайда. Опа. Я нажал 4 переключателя, что-то произошло, звук высидал, сыграл, заиграл. Интересно, что это значит. Так, ладненько, давайте мы пока что расслабимся и немножечко побегаем в поисках Глайда. Нужно заснять битву с ним тоже, посмотреть что-то интересненького. Кстати, битва с ним будет весьма хардкорна, потому что он опасный говнюк. Но посмотрим, посмотрим. А вот мне удастся как-нибудь справиться, потратив все свои хилки. Так, у меня, кстати, все еще брони нету, потому что броня подается в лесу, в этом, в городе. До города я еще не дошел немножечко, нужно было еще одну собаку замочить. Такс, ну хорошо. Но где, где ты, Глайд? Давай уже, вылезай, блин, мать твою. Я надеюсь, все правильно делаю. Нужно же просто здесь бегать сколько угодно, пока он не заспавнится. Шанс весьма низкий, но все-таки. Причем на Геноциде выгодно фармить именно Глайдов, потому что с них больше всего экспы выпадает здесь, в этом месте. И таким образом, к битве с Undyne Бессмертной можно набить себе дополнительную парочку уровней. Хотя, не знаю, есть в этом смысл, конечно, какой-то. Там же все равно скейлится дамаг Undyne и по нам, в зависимости от всего этого. Так, вот он на Глайд появился. Нифига, конечно, графона понарисовали, посмотрите, только еще музыку уникальную вкинули. Клево. Так, Глайда я еще не снимал в своих летсплеях вроде бы. Глайд отказывается рассказывать больше деталях о своих статистиках. Прости за ничего. Оли. Так, сосредоточимся, эта битва весьма опасная, между прочим, он много бьет и, как видите, очень жестко. Так, Глайд красиво очкокается. Так, что-то нужно делать, нам нужно аплодировать или нет? Или нужно напугать его? Вы пугаете, но хейтеры только делают сильнее Глайда, теперь его атака повысилась и защита понизилась. Боу, сейчас опозорный призрак. Да, видимо, нужно его игнорировать, чтобы ему стало скучно, вот что, я вспомнил, кажется. Нихера, конечно же. Еще два удара и я труп сад уже. Вы ничего не делаете, никакого эффекта. Насколько я помню, как раз и есть тактика против него, нужно ничего не делать вроде бы. Хотя, ХЗ, может быть, нужно обратно его похвалить? Хм, ладно. Вы очень хлопаете еле-еле. Он всасывает вашу похвалу, как пылесос. Ладно, я рулю, я признаю. Не, похоже, это тоже не работает. Вот эта атака, по крайней мере, легкая. Ну, блин, опять-таки, он такой мощный, просто ужас. Так, ничего, мы ничего не делаете, никакого эффекта. Да, блин, я же помню, что была какая-то тактика против него, но я забыл, какая, блин, ё-моё. Походу, я сейчас сдохну, ребята. Ну, в принципе, нормально, мы сейчас сдохнем и это самое... Так, никакого эффекта все еще нет. Странно. Мы сейчас сдохнем и закончим, наверное, серию просто. Чё париться, в принципе. Так. Может быть, еще аплодисментировать ему. Вы хлопаете, как горилла. Глайд привыкает к вашему обожанию. А, может быть, в этом и прикол, что нужно сначала его, собственно, это самое, хвалить, а потом игнорировать. Возможно. Ну-ка. Вы ничего не делайте, Глайд разочаровывается, что вы на него не смотрите. Эй, ты забыл похлопать. Ага, понятно. Тут слишком, конечно, опасное место. Все, я сдох. Эх, ну ладно, ладно, ничего страшного. Начнем следующую серию как раз с битвы с Глайдом, где мы ее пройдем, как положено. И все. Зато посмотрели новую анимацию, как красиво подыхает теперь наш Фриски. Оставайся решительным. О, там Светик, кстати, забавный, даже не видел его. Маленький спрадичек. Так, фух. Все. Стоим рядом, постоим сейчас как раз рядом с этим смазливым оленчиком. Шлепнем его, шлепнем его нашей огромной перчаткой по задничке. Хрщ. И пока что на этом все. Спасибо за просмотр. Мы отдохнем и скоро вернемся. Скоро продолжим.